Украинские политики В последнее время все говорят о том, что Россия будет вводить войска в Херсонскую область. Скажите, почему украинская сторона постоянно вбрасывает в информационное пространство вот эти сообщения о якобы российской угрозе? Для чего? Ну, смотрите, я бы назвал, что это бред сумасшедший. Россия не собирается вторгаться в украинскую территорию, если же сама Украина не спровоцирует. В данный момент в Украине есть большие проблемы, а вернее на Украине. Зеленский со своей командой «Зе» страну ввергает фактически в хаос. Это связано с тем, что у него нету как таковой команды. А если команда осталась, то это не его команда, а Петра Порошенко и все его чиновники. Я их называю убийцей. Зеленский на сегодняшний день вошел еще в одну позицию. Это компания политическая, поверьте. Украина, как бы мы ни хотели, она присутствует с пленками. Третий момент. Это урожающая обстановка, которая связана на территории Украины. Хаос, нацизм, коррупция, безденежье, бедность и тому подобное и так далее. Поэтому в данный момент и разыгрывается этот сценарий для того, чтобы кого-то обвинить, что нападет Россия. Следующий момент, самый такой, это политическая жизнь самого Зеленского. Никому не секрет, что в Украине скоро надвигаются выборы. Зеленский по всем параметрам, социологическим исследованиям, он практически везде опускается. Притом стремительно. Ему надо как-то обустраивать эту ситуацию, когда в Украине пандемия, это коронавирус. Когда Украина практически закрыта, а большая часть Украины зарабатывала денег на российском рынке. Это, будем говорить, рабочие, которые уезжали и зарабатывали. Он сам себе закрыл границу. В итоге экономика рушится. Никому не секрет, что Германия уже официально говорит, что в Украине большие проблемы. Она становится банкротом. И тут все оно, будем говорить, одно на другое набирается. Как на южную долочку. В итоге, кого надо делать виноватым? За что зацепиться? Надо зацепиться за Крым. Вода. Но воду практически проблем Крым решили. Никому не секрет, что на сегодняшний день в Крыму строится опреснительный завод. Это раз. Второе. Нашли очень большие залежи воды подземных. Вот. Два. Почему? Всем все понятно. Народ надо накачивать. На что-то надо сбрасывать свой негатив. Вот этот негатив, он проявляется в том, что завтра Путин нападет. Кстати, он сегодня должен напасть. Что-то я не вижу. Седьмое число. Некоторые политологи называли седьмое июля. Да. Потом. Давайте будем говорить так. Порошенко душит сегодня Зеленского очень сильно. Политически. Фактически он выбивается и берет реванш над Зеленским. Зеленский фактически сдулся его команда. Он ничего не может сделать. Поэтому сегодня разные сценарии развиваются. А естественно демократические силы Америки. Так как им сегодня, как воздух, нужна эта война. Не между Россией. Они сотворят эту войнушку в Донецке. Только они получат по зубам очень сильно. И вот с этого может прийти распад. Второй момент, который рано или поздно может свершиться. Никому не секрет, что Зеленский легализует ЧВК. в присутствии на Украине. Конституция это запрещает. Никому не секрет, что сегодня строятся базы НАТО. Это в Очакове. И плюс главпункт должен быть в Одессе. Сегодня корабли натовские присутствуют. Учения натовских войск присутствуют регулярно. ЧВК, военные обучают постоянно войне. Украинские войска. По большому счету это и есть гибридное вторжение чужих войск в Украину. Польша, которая рядом недалеко, она фактически дала присутствие НАТО. В итоге НАТО сближается вокруг России. Вот это может вызвать большой конфликт на территории Украины. Плюс нацики и многие другие факторы. Поэтому Зеленский и его команда, брехливая, надутая, она сегодня ищет, как сбросить пар. Пар где может сбрасываться? Либо же провокация в Крыму о тех ракетах, которых существует там или три, или пять штук, а на больше денег не хватает. Либо какая-то диверсия, на что они могут пойти. Либо же силой пойти на Донбасс. Вот и все. У них больше маневров нет. Второго самого такого, что может вызвать именно уже на территории Украины, это гражданскую войну. Это когда пауки в банке начнутся рыться. Ну смотрите, Кива и Ярыш уже фактически никому не секрет объявили чуть ли не военные действия друг другу. Это вроде-то разные люди. Они в нацистских батальонах служили. Тот одну позицию занял, эту другую позицию занял. То есть от Украины можно всего, чего хочешь ожидать. Но сегодня, в данный момент, что Путин нападет и Россия нападет, я не вижу предпосылок никаких. Вот предпосылки самые основные и большие есть, это то, что Украина окончательно потеряет уже Донбасс. Крым уже потеряли, благодаря своим действиям, тупизностью и все остальное. Вот Донбасс сегодня, если можно было говорить о конфедерации, о Минских соглашениях и о каком-то сосуществовании, то уже Донбасс сегодня это явно нельзя рассматривать как федеративное устройство Украины какое-то. Все, Донбасс они оттолкнули. Играет время. Вот время сегодня покажет, что фактически они Донбасс потеряли. Вот это и есть, что Путин, что, будем говорить, другие нормальные политологи, которые имеют здравый смысл, и предупредили, ребята, вы потеряете сами, не Россия у вас отбирает, вы сами теряете территорию. Следующее за Донбассом, я говорю с уверенностью на тысячу процентов, это Херсон, это Николаев, это Одесса, это Харьков, это Мариуполь, это Мелитополь, это Запорожье. То самого Киева они начнут терять. И это связано уже с другими моментами, которые внутри развиваются в Украине. И они самые страшные, они ползучие. Это голод, это бедность, это преступность, это убийство, это безнаказанность убийц, которые сегодня бродят по территории непосредственно Украины. Херсон сегодня находится на первом месте бедности, безработности и отсутствием рабочих мест. Это уже о многом говорит, рано или поздно терпение у людей лопнет. Вот смотрите, если Россия, как вы сказали, отреагирует на провокации со стороны Украины и ведет все-таки войска, каким образом, к примеру, в том же Херсоне, в Николаеве, в Одессе, то есть на юге будут встречать эти войска, как вы считаете? Ну, давайте будем так, до этого не дойдет. Разные спецоперации. Понимаете, умный человек, он всегда умеет правильно рассуждать. Это банально. Если бы Россия хотела ввести войска, она ввела еще в 2014 году эти войска. Это раз. Идет гражданская война. Теперь, что может спровоцировать на определенные действия России? Гипотетически, не дай бог, эти придурки свою эту ушлепную ракетку закинут в Севастополь. Она не долетит, понятно. Но вместо, от которого вылетела эта ракета, упадет гораздо пострашнее, которое они пропустят. И Россия локально будет уничтожать точки, которые наносят удар по Крыму, либо же по Ростову, либо еще по какой-то области. То есть, сегодня военная технология в России позволяет настолько, что Россия даже не будет никого направлять туда. Теперь гипотетически на вас вопрос. Если Россия определится, что надо защитить свою славянскую корневую всю систему, назовем так, а Украина это есть славяне, будут встречать с цветами, поверьте мне. Потому что людям уже надоел этот бред сумасшедший. Знаете, люди там беззащитные. Ну, давайте возьмем так. Херсон это где-то примерно 46-47 процентов. Это пенсионеров. Молодежь вся выехала в Польшу, в Румынию, в Чехию, в Бельгию, во Францию, в Германию, в Италию. На заработке. Только границы открыли, и там табун был. Нечего жить Херсону. Кто там остался? Пенсионеры. А эти люди помнят прекрасно своих едов. И они помнят тех героев, которые отдали жизнь. За то, чтобы Херсон построить. За то, чтобы освободить его от немецко-фашинского оккупанта. Все помнят, в каких домах они живут. Это дома Советского Союза. И плюс, давайте будем так. Херсон это большая часть людей, у которых родственники находятся. В Крыму, в России, в Москве, в Питере и так далее. Поэтому это корни тесно связаны. Они общаются между собой. Как бы там Зеленский, НАТО, Европа не пытались разрезать по живому корневую систему родственную. Этого у них не получится. Понимаете? Для меня, как для адекватного человека, они являются захватчики моей родины. Вот и все. Просто люди до конца не разобрались. Но они безоружные. Они ничего не сделают против этих маргиналов. Это факт. Поэтому я вам говорю, что большая часть встретится с цветами. И если вы, как сказать, гипотетически попадание этого умного снаряда в то место, с которого вылетела эта ракета, и там, ну вот, не дай бог, это так гипотетически рисуем, погибнет 600-700 человек, этот народ будет спрашивать с этих идиотов. Что вы лезете? Если вы не умеете воевать, за что мы свои детей отдаем? Поэтому пойдет обратный процесс. Так такового, я хочу сказать, вторжения не будет. Ну, ну, просто это безграмотно. То есть рассмотреть эту всю карту битвы я не вижу, потому что сегодня есть умное оружие. Кнопка, правильная головка, и куда летит? Все, она думает, куда ей попасть. Кстати, в Сирии и в Сирии все было показано. Как американские ракеты летают, где попало, взрываются, и что после них остается. И как точно русские бьют. Это разница большая. Неужели надо аналогию проводить? Поэтому я могу лишь вам сказать, украинские дебилы вверху там. Вы как-то подумайте, что вы народ подставляете. Вот и все. Ну, стоит этому процессу, не дай бог, произойти, поверьте мне, Украина как на шметке мгновенно разлетится. Потом дальше по Донбассу. Пошли они на Донбасс. Это тоже та ситуация, когда сегодня преимущество больше в ДНР и в ЛНР. Это с многими факторами связано. Да, там плохо живут люди. Да, там свои экономические проблемы, потому что они закрытого характера находятся в консернной банке. Россия, да, помогает продуктами и так далее, и так далее, экономику восстанавливают. Это тяжелый процесс. Но если рыпнется, Зеленский даст команду силовым сценариям, поверьте мне, это гораздо больше будет потерь для них. Гораздо. Но разбегутся как крысы и тоже потеряют Украину. Это уже будет не та Украина. Это уже будет конец вот так себе затягивать эти территории. Не насильно, они сами будут ходить. И это тоже потеря целостности и государственности оставшейся Украины. Но есть еще один фактор. Это Венгрия. Западная Украина. Там, где оседает Порошенко. Там его активные голоса. Там радикалы, националисты. С этого момента может такие грозы разразиться, что от Украины останется один Киев и Киевская область. Но дальше, если правильно просматривать, Киев не останется в Западной Украине. Он исторически древняя Русь. Это российский город. Это Русь. Киевская Русь. Просто эти болваны даже историю не читают. Чем это для них закончится? Они даже правильно не посмотрели, как эти земли в Украине появились. И кто им их подарил. Кто им создал. Вот это самое страшное, что эти люди не читают историю. Вот это проблема. Ведь с этого войны по большому счету и начинаются. Когда люди не знают свою историю. Я хотела еще сказать. Многие прогнозируют, что ситуация политическая на Украине будет ухудшаться ближе к осени. То есть к местным выборам. И как раз это объединение Турчинова и Порошенко, что они будут пытаться скинуть Зеленского с президентского кресла. Как вы думаете, получится ли у них? И опять мы увидим Майдан? Или что будет происходить? Давайте будем говорить так. В любом случае, если откинуть наступление гипотетически Путина, вот убрать эту всю мишуру, которую они устроили, да? Вот представьте себе, нету ни Донецка, ни Крыма, и Путин не наступает. Смешно, конечно. В любом случае у них Майдан он будет. Это люди несовместимые между собой. Это равносильно, что ежика сужом с парень. Ну, вот такое вот ощущение, да, создается. И те политические силы, которые там вращаются, они не имеют центробежности. Они имеют, скорее всего, в своем характере и образе развал. Они только объединяются, когда, допустим, враг на них. Поняли, что могут Порошенко посадить? И они начали объединяться. Вот это их сплачет. А так это обычные шакалы, которые со стороны кусают всегда и уничтожают свой народ. И в данный момент неизбежен этот Майдан. Это уже тот сценарий, когда вынужденные факторы объединяются. Это тот же самый голод, бедность, непрофессионализм, нехватка денежных средств, остановка предприятий. И каждый будет свой клочок пытаться вырывать. Но в определенном факторе национализм может объединиться. Поэтому Майдан тоже неизбежен. Вот если сторону войны убрать, да, это люди несовместимые, они сами по себе. Это люди, которые просто-напросто вокруг себя все развалят. За что они не берутся, оно все умирают. Или города мертвых растут, да, кладбища. Вот что они сеют, да. Ну и тут давайте будем говорить, как вот эти вот олигархи себя поведут. Кому они больше дадут предпочтение. И хозяин же должен свое слово сказать. Поэтому в любом случае взрыв тоже неизбежен социально. Вот он неизбежен. Потому что в таком состоянии, как сегодня Украина находится, она долго не протянет. А денег все меньше и меньше, да. Ну, приведу живой пример. Если кредитами МВФ дали Украине 11 миллиардов 860, да, то Россия за это время уже вложила больше 28 миллиардов денег, живых средств в развитии Крыма. Это мост, это энергетика, это инфраструктура, это социальное обеспечение, это школы, это медучреждения и так далее, и так далее, и так далее, да. За этим какие-то... А что же сегодня Европа сделала? Она высасывает. Если Россия сегодня Крыму просто подарила с барского плеча и начала контролировать эти деньги и вкладывать в инфраструктуру для развития Крыма, то там обратная реакция. Там с помощью кредитов просто выдают Украину. Последние соки выдают. Ну, как вы думаете, долго этот народ продержится? Либо он разбежится. Но это тот же самый пример, когда разбирается страна, внутри люди разбираются. А какие-то остаются, которые не могут разбежаться. А им же надо как-то выживать. Поэтому, естественно, это обратно приведет к социальному взрыву. И Майдан неизбежен. Вот гипотетически закрыть эту Украину полностью, не давать им повода для военных действий, и поверьте мне, она развалится. Майдан – это козлиное озеро. На котором все время происходили исторические проблемы, горе, беда и так далее. Вот какое созвучие, такой фактор и получает. Вот и все. И вот еще хотела у вас спросить, так как вы живете в Херсоне. Сделайте, пожалуйста, свой прогноз. Какие партии выиграют в Херсоне на местных выборах? Ну, вы знаете, я могу сказать так. Сегодня тяжело судить, какие партии при этом факторы выиграют, потому что что-то смесь будет до носорога, получается, да? Ну, давайте будем говорить. То, что сегодня на втором месте ОПЗЖ – это да. А на первом? То, что сегодня, ну, понимаете, на первом по камесь еще идет зелье. По камесь еще. Но оно уже такое шаткое-шаткое, да? Знаю, что там и Тимошенко присутствует, и присутствует даже и Порошенко. Как бы мы этого не хотели парадоксально, но это факт и так далее. Поэтому тут же еще надо смотреть, какой процесс запустит власть. Если она запустит власть, процесс пугания, издевательства, и обратно какой-то крючочек подарит националистам, то здесь все может перемешаться. По камесь вот так оно все идет, да? Я многих фамилий не могу озвучивать, кто на первом месте идет. Я знаю этих людей, я знаю, кто в мэрские выборы может пройти. Я понимаю обстановку политическую всю Кринсонскую область до каждого района. Но это может все быстро-быстро сломаться. Вот в одно мгновение. Вот живой пример вам Анатолий Шарий, да? Вот он попытался что-то сделать, чуть-чуть неправильно сделал, высветил всех своих активистов, активистов, и Зе, и Аваков начали громить по полной программе. Вычислять, убивать, бомбить и все остальное. Скажите мне, пожалуйста, кто в такую ситуацию пойдет на открытый, забрал открытый шторы, как говорится, с открытой амбразурой. Они что, самоубийцы? У них же есть дети, у них же есть семьи, у них же все-таки дома есть. Поэтому в данный момент, если это сейчас зачистка произойдет в Шария, она идет по полной программе, хотя я кто-ли ничего не имею против, но много ошибок, да? Я многие вещи вижу, ну, такие самые, как и вот у Зеленского. Я иду, у меня команда, но я программу вам расскажу потом. То есть некоторые вещи идут в созвучии. Мне это уже не нравится. Идешь, покажи свою команду. Пусть она даже в свне находится. Идешь, покажи свои проекты. Что за кем как стоит. И вот что я выполняю. За сколько я мир приведу. За сколько я начну восстанавливать производство. За сколько я начну объединять моменты, которые должны сосуществование нам наладить между нашими странами. Как я сегодня налажу мосты с Белоруссией, с Польшей, с Венгрией. Все равно этот дискусс должен идти. И его я пока мест не вижу. Поэтому тяжело прогнозировать сегодня украинское событие. Я могу спрогнозировать по тем действиям, которые сегодня происходят. Что будет завтра? Вот я вам и объясняю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!